Гражданин Марокко Брагим Саадун вместе с британцами Шоном Пиннером и Эйденом Эслином военнослужащие вооруженных сил Украины попали в плен к россиянам. Теперь они на скамье подсудимых так называемой ДНР, где их называют иностранными наемниками, пытавшимися свергнуть власть псевдореспублики. Приговор фейкового суда – казнь. По совокупности в преступлении окончательную власть Саадуна Брагима исключили мировое наказание в виде смертной казни. Окупанты дали иностранным защитникам Украины месяц на обжалование вердикта. Это так называемая псевдореспублика, превзошла все ожидания человечества, можно сказать, о том, что смертную казнь применять. Я был шокирован этой новостью. Муиз, друг Брагима Саадуна, рассказывает, тот приехал из Марокко в 2019-м и поступил на факультет аэрокосмических систем Киевской политехники. В 2021-м подписал контракт с вооруженными силами Украины, где гражданам иностранных государств разрешили служить еще в 2016-м году. Он решил, что он хочет вступить в СССР, чтобы почувствовать себя более полезным, сделать что-то большее. Он сначала был водителем артиллерийского трака. С британцами Шоном и Эйденом Брагим служил в 36-й бригаде морской пехоты. После 24 февраля их перевели в Мариуполь. 13 апреля стало известно, что часть бригады попала в плен. Далее Муис видел друга только на допросах, видео которых публиковали россияне. Сначала обрадовался, я думал, что к нему будут как к пленному относиться, то есть его быстро обменяют. Он гражданин нейтральной страны, и что Россия от него может хотеть? Единственный случай, согласно международному гуманитарному праву, по которому могут судить военнопленных, это за то, что они могли совершить определенные военные преступления. Но необходимо, чтобы была доказательная база, релевантные доказательства. Такого не было. Эти военнопленные не совершали военных преступлений, и, соответственно, это решение является фиктивным. Оно является позорным и вопиющим нарушением гуманитарного права. В международной правозащитной организации Amnesty International утверждают, в соответствии с женевскими конвенциями, военных не могут преследовать и судить за то, что они участвовали в боевых действиях. Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ, имеют правовой статус комбатантов и пользуются правами военнопленных. Российская Федерация несет полную ответственность за эти приговоры и за вероятное их воплощение. Ибо эти квазиреспублики, собственно, этот квазисуд, он находится под протекторатом РФ. Мы должны требовать от РФ немедленной отмены этого позорного решения. Назначение высшей меры наказания – это также инструмент информационных воин. Это инструмент дипломатического шантажа для демократического сообщества, для стран, которые поддерживают Украину в этой войне. Бороться с произволом России и ее марионеток нужно работой в публичном пространстве на международном уровне, уверены правозащитники. Украина должна применить юридические и дипломатические механизмы, чтобы гарантировать права пленным военнослужащим. Иногда страны объединяются в расследовании, как со сбитым Боингом было. Это тоже один из вариантов. Значительная часть вопросов, связанных с военнопленными, это вопросы, которым у нас очень мало доступа. И, соответственно, многое зависит именно от власти, информации, которой она владеет, и дальше уже коммуницирует с партнерами. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже объявила о расследовании по факту вынесения псевдосудом смертного приговора иностранцам. Как заявил украинский МИД, подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали и подрывают механизмы возвращения военнопленных. Приговоры также осудили Генсек Совета Европы, США и Великобритания. Друзья Брагима развернули целую информационную кампанию в интернете и на улицах. Мы хотим, чтобы люди ходили, читали и знали, что существуют такие люди, которые приехали в Украину и воюют за Украину, и они нуждаются в помощи в такое тяжелое время.